итак всем привет сегодня попал к нам очередной телефон на обзор nokia e52 такая у него марки рация здесь есть и мы как видите коробка как всегда синего цвета и выдавленная у нас здесь типа как гардеробка не понятно что сейчас мы откроем посмотрим что содержимое сам телефон здесь зарядка ну зарядка как обычно то есть micro usb этого аппарата маленькие уже даже поцарапанная такая что-то мне не нравится так здесь у нас есть usb кабель по моему тоже чуть-чуть потасканный ну это конечно рф но но он как бы должен быть обновленный может быть телефон уже кому-то куда-то отсылали это пока только мои предположения вроде все заклеены нигде ничего нет может быть просто так хранились аксессуары у них нехорошо мануал у нас есть здесь здесь смотреть больше нечего так и смотрим сам телефон аккуратненько смотрим внешне выглядит в принципе нет вижу для рефа очень даже хорошо только карта все поскрипывать ну это это я давлю так в общем то может еще и такое быть в общем внешне сейчас посмотрим что у нас тут вот так вот смотрим камеру на 32 мегапикселя вот этот телефон было модный модный вообще здесь даже gps есть карты можно загружать все дела так сейчас мы включим запустился отлично кстати у меня уже был такой телефон когда-то моем пользование не долгое время но он меня удивил конечно свои производительности опять же но если сидеть подумать то как бы здесь нечему особо энергию жрать потому что он собственно не прожорливый это нынешние смартфоны уже вообще там ядерные реакторы надо ставить они батареи вот а этот у меня кстати говоря с звонками я даже к интернету там подключался но если честно не особо удобно сидеть в интернете то есть после смартфона конечно 6 дюймового это да экранчик конечно того не камильфо это же вообще это же просто вообще телефон 2012 года по-моему на 2012 11 ни в какое сравнение вообще не идет это просто какое-то смартфонное безобразие все пинюрка маленькая такая прям хотя с другой стороны он как бы удобный он очень долго держит заряд то есть неделю он вообще налегке выдерживает вот в нормальном использовании фотоаппарат здесь вспышечка есть и 2 мегапикселя в принципе фотографирует нормально в этом опыт у меня есть уже если сравнивать с нынешними 5 мегапиксельными камерами то этот снимает плюс-минус на том уровне где-то единственному где-то какие-то программные алгоритмы уже как бы ну морально устарели но фотографирует неплохо видео записывает то есть тихий ужас вот потому что разрешение видео тут вообще тю-тю даже не hd по-моему насколько я помню в общем качество обратно только фотографии хорошие а видео не очень поэтому это телефон исключительно звонилка как смартфон его использовать хотя он как бы есть смартфон но он уже очень сильно уступает всем остальным смартфоном современно то есть как мы видим на какое сравнение вообще нет поклацать внутри даже заглядать я не знаю даже что там внутри смотреть там вообще ничего особо это и нет тут есть магазин калькулятор и там все так электронная пошта приложение какие-то у нас там часы есть фейсбук youtube есть так это у нас карты дамы gps есть продать и богу не знаю еще nokia поддерживает свои аппараты старые или нет вроде как не ну программное обеспечение в принципе можно найти на любом сайте на любом торренте можно что-то скачать на for pda даже можно по находить они целая куча всего файлов полным полно карта можно загружать вот он даже twitter есть еще какая-то ерундовина есть бломбер есть ничего себе это же вообще так что там еще так что знакомый значок я уже где-то видел по-моему google chrome есть такая штука насколько я помню такой значок я точно где-то видел в общем такого нас аппарат в принципе внешний вид неплохой но но есть и как бы мелочи по кнопкам вот эти нажимаются нормально а это как-то щелчка нету вообще вы должен быть чувствуется для нажиматься это вообще я не знаю такое ощущение как будто там неправильно кнопку поставлен скорее всего так она есть пусть она не нажимаю она ну как нажимается но она очень плотно очень плотно вообще впритык ты даже не ощущаешь что ты нажимаешь поэтому приходится давить чтобы запустить камеру вот так происходит даже такой скрип небольшой ты сжимаешь корпусом это конечно не прикольно хотелось бы она плацала но что имеем то имеем поэтому чё тут жаловаться это же реф правильно так что если допустим делать рэп у нас покупать телефон ушный и переодевать его то это выйдет примерно в ту же цену что и у китайцев или даже дороже у них реально у китайцев цена низкая поэтому вижу как бы и выгоду и вообще целесообразные и рационально будет заказать уже как бы нормальный телефон готовый который тебе сделали уже сами поковырялись там все если на что это лотерея вот тебе могут пристать как бы не рабочий телефон тогда конечно это будет проблема ну за все время заказов сколько у меня было заказов было немерено скажу что поломанные телефоны приходит достаточно редко но если так приблизительно то где-то один из десяти один из двадцати где-то так статистику не веду но как бы бывают но и в основном такие поломочки бывают которые как бы я сам могу с ними справиться сделать это не проблема в основном это касается батареи вот ну не знаю поломка это не поломка но порой будет батареи с браком приходит то есть у них либо клемма не контачит или при приходе с порченными зарядки причем у меня просто телефон вообще пришел вот зарядка я втыкнул не пашу думал то что такое вставляю другой телефон micro usb на смартфоне на моем работает нормально зарядка не на этом не а другой там asus zenfone 2 с micro usb на нем все прекрасно работает заряжает телефон а другом попробовал смотрим тоже заряжать ставил обратно пришедшими вот не работает то что он как видишь то подключается но ничего не заряжать вот и проблема соответственно было зарядки поэтому надо было зарядочку просто поменять и в общем то все вот такие вот девчонки а так чтобы телефон совсем там нерабочий был ну это уже очень редко это мне примерно я даже могу вспомнить это можно по пальцам перечитать кстати по моему если не ошибаюсь то ли два то ли три телефона были такие шоу ну совсем того один или два я уже не помню я отправлял обратно и один ремонтировал я сам я просто тупо купил материнскую патрус и милую и в общем телефону обрел новую так что такие вот нам приходят телефоны звонить если у меня сейчас будет время я успею я попробую проверить звоночки как они там работают микрофончики динамики все это надо проверить опять же камеру нужно проверить это пока так распаковочка такой коротенький обзорчик был поэтому я думал вам все равно будет интересно как же там чего там работает потому что мы без этого никуда так что я еще постараюсь снять у вас видео как там еще со звонками вот как сеть будет как батарейку держит ну про по поводу батарейки ты уже конечно загнул потому что у меня точно времени не хватит с ним ходить надо его надо отправлять человеку ну да ладно что успею в общем то сделаю поэтому уж извините если что вот такой вот у нас сегодня был аппарат в принципе показывает особо больше ничего вот такой телефончик из прошлого всем спасибо за просмотр спасибо за просмотр